В региональном правительстве рассмотрели прогноз социально-экономического развития Тверской области на следующие три года. Документ определяет основные тенденции развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы Верхней Волжья. Об итогах прошедшего заседания рассказывает Наталья Чекет. По прогнозу социально-экономического развития региона, которое представили на заседании правительства, предполагается, что к концу 2023 года индекс физического валового регионального продукта должен составлять более 103,6%. В частности, за счет крупных инвестиционных проектов. Также в прогнозе отражена позитивная динамика инвестиций в основной капитал. Так, к 2023 году объем вложений без федерального бюджета и инфраструктурных монополий составит 97,5 миллиардов рублей. Как отметили присутствующие на заседании эксперты, прогноз — это то, что ложится в основу принятия решений. Поэтому важно, что его представили максимально детальным. Мы обсуждали сценарные варианты прогноза. А это значит, что не только наши амбициозные планы заложены в прогноз, но есть то, что называется консервативный сценарий. Когда мы смотрим и негативные тенденции, которые могут проявить себя на территории. Это вовсе не значит, что нельзя предпринять действия, чтобы этого не допустить. К слову, по оценке крупного банка, за прошедшие 9 месяцев увеличилось финансирование корпоративного сектора, строительной отрасли, кредитование на модернизацию производства и открытие новых проектов. Те льготные кредиты по госпрограммам, которые были предоставлены предпринимателям в период пандемии, в том числе на выплату зарплаты, они были погашены на 1 июля. Это по сберу порядка 1,5 млрд рублей по текущему году, погашены без просрочки на должной нашим предпринимателям. По представленному прогнозу планируется наращивать объемы экспорта. К 2024 году до 659,4 млн долларов США. А в этом году он составил 440,3 млн долларов США. Ключевые направления – машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Во время заседания губернатор отметил, развитие экономики в ближайшие три года должно быть направлено на решение приоритетной задачи – стабилизации численности населения Тверской области. Еще одним ключевым направлением Игорь Руденя обозначил строительство жилья на территории региона. Конечно, это развитие, как сказал президент, новых рабочих мест, высокотехнологичных, новых современных производств и сохранение тех предприятий, которые сейчас работают. В рамках борьбы с расцениванием коронавирусной инфекции очень важно обратить внимание на дополнительные меры поддержки бизнеса. Все необходимые меры поддержки для сохранения положительных трендов экономики в правительстве Тверской области будут приняты. По итогам рассмотрения прогноза социально-экономического развития Игорь Руденя поручил Минэкономразвития всем исполнительным органам государственной власти, главам муниципалитетов скорректировать госпрограммы Тверской области и развитие муниципальных образований в соответствии с документом на 2020 год и период до 2024 года.